Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 11 сентября и время для очередных итогов киберспортивного дня. Сегодня в выпуске мы рассмотрим очень интересную статью от сайта Киберарена ТВ, затем подведем первые итоги выступления команды Fnatic на лиге K1, и в завершении выпуска посмотрим на кольца для команды Na'Vi, которые несомненно придадут плюс 100 мотиваций любому игроку. Буквально вчера мы говорили о том, что одна из ведущих команд мира по CS 1.6, команда Fnatic, будет пробовать свои силы в CS Online на самой престижной китайской лиге K1. Как оказалось, для состава Fnatic все будет не так просто. Первые матчи для Fnatic стали провальными, и они не смогли оправдать надежд своих фанатов. Прошлое выступление команды Na'Vi на этом турнире дало понять всем зрителям, что CS Online очень похоже на 1.6, однако клиентские настройки этой игры очень далеки от привычной нам версии. Самая популярная настройка в 1.6 для любого геймера – это настройка из серии рейтов. В CS Online игрокам очень тяжело настроить этот параметр для комфортной игры, а если быть точным, то это сделать практически невозможно. Скорее всего, именно из-за непривычных настроек у команды Fnatic возникли трудности, хотя, если игру против команды TfE можно отнести к проигрышу из-за настроек, то против TlU шведам было очень тяжело, и они были разгромлены 4.16. Впереди еще есть матчи, которые могут исправить ситуацию европейской надежды, однако их не так много. Надеюсь, Mavic смогут оправиться от этого удара и не перейдут на Global Offensive, а пока что китайская стена не преступна для Fnatic. Интересная новость появилась на портале наших партнеров с сайта Киберарена ТВ. Работники сайта подготовили очень интересную новость, которая касается, конечно же, CSGO и 1.6. Хочу сразу отметить, что эта новость не является каким-то протестом или побуждением к чему-либо, это лишь статистика, переданная словами. Содержание новости гласит то, что на данный момент в пик посещаемости двух игр CSGO в два раза ниже от версии 1.6. Пользователи Стима, думаю, не раз наблюдали подобные цифры, однако сейчас именно то время, чтобы подвести первую черту после реализа новой игры. Игроки, как профессиональные, так и просто любители, не стали отдавать предпочтение новому шутеру от первого лица. И все потому, что им это не нравится. Зачем нам предлагают то, что даже близко не похоже на соревновательную дисциплину? Если я захочу поиграть в что-то похожее, то я скорее отдам свое предпочтение Call of Duty. Конец цитаты. Эта фраза взята из комментариев одного из пользователей. Новости о переходе команд на новую игру появляются каждый день, однако турниры проводятся в первую очередь для зрителей. Да-да, дорогие друзья, именно для зрителей, а не для игроков. И какая аудитория будет смотреть турниры, если к ней нет спроса, кроме как у игроков? Разные игровые проекты и игровые сайты проводят анализы игры, собирают отзывы и ставят игре высокие оценки. Но как быть со зрителями, которые формируют очень низкие показатели посещаемости серверов этого шутера? В статье также была затронута тема на 1 миллион 600 тысяч долларов. Так вот, что говорится в статье, турнир на миллион вряд ли будет объявлен, так как чтобы окупить такой призовой фонд, нужно продать 100 тысяч копий этой игры. И это без затрат на персонал, подготовку, аренду помещения, ну и прочего. А с учетом столь низкого онлайна, это вообще что-то из рода фантастики. Для вас, дорогие друзья, всегда открыт блок рассуждений. Под видео давайте адекватно попробуем описать картину происходящего своими словами. Давайте отвлечемся немного от статистики игры CSGO и посмотрим на очередной анонс этой игры от ESL. Организация Electronic Sports League сообщила о новой детали турнира по CSGO в рамках ESL Major Series. Ранее в этом месяце организация ESL заявила, что CSGO заменит CSORS в новом сезоне турнира EMS. При этом было объявлено, что призовой фонд турнира составит 5000 евро. Сегодня уже стало известно, как именно будет распределен призовой фонд. Победитель турнира выиграет 2500 евро, команда занявшая второе место получит 1500 и за третье место выдадут приз в размере 1000 евро соответственно. Помимо этого было объявлено, что национальная отборочная на EMS пройдет с 17 сентября по 7 октября. На эти турниры обычно попадают игры, в которые не играют на Intel Extreme Masters. Это говорит лишь о том, что организация постепенно будет собирать информацию о популярности игры. Как по мне, то это очень разумное решение. Попробуйте игру на вкус на среднем турнире своего проекта, а потом уже посмотреть, стоит ли включать его в новый сезон своей лиги. Ждем первых игр и посмотрим на игру в деле. Из мира Counter-Strike в мир очередной игры под названием Quake Life. Наконец-то анонсирован первый турнир FaceIt. Первый турнир нового еженедельника намечен на 23 сентября. Регистрация откроется за час до начала турнира. Всего участия смогут принять 128 игроков. Система проведения Single Elimination. Игры будут проходить на европейских серверах. Приз победителю составит 125 долларов. Лучшие игроки будут приглашаться на элитные турниры от The GD Studio. Самые интересные матчи будут транслироваться на FaceIt TV. Турниры этой серии станут прекрасной заменой старых добрых зотоков. Для игроков в эту игру подобные элементы будут замечательным стимулом для тренировок и для ярких побед. Те, кто готов принять участие в первом турнире, не забудьте, что для регистрации у вас есть только час. И, возможно, вам улыбнется удача и ваш матч будут показывать в прямом эфире. И в завершении нашего выпуска, дорогие друзья, давайте посмотрим на очень ценные и красивые подарки для команды Na'Vi, как прошлогодних чемпионов, первого в истории очень крупного и масштабного турнира The International. Еще раз напоминаю, что Na'Vi выиграли 1 миллион долларов и стали первыми миллионерами на Dota 2 сцене. Такие кольца, а именно кольца, стали подарками для команды, будут носить только чемпионы турнира. Эти ювелирные изделия, думаю, стали очень ценными подарками в истории команды и киберспорта в целом. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем ярких турниров и громких побед. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!